И снова здравствуйте! На связи Широких Виктор и в этом уроке по суперкопилке я хочу рассмотреть стратегию сразу нескольких вариантов старта суперкопилки, начиная от 15 долларов в неделю, дальше 20, 25, 30 и 50. Я думаю, можно эти уроки дать сразу в комплексе, поскольку вводная подробная методика была рассмотрена в видео уроке со входом в 10 долларов, а здесь уже будет все примерно идентично. Все таблицы, которые я буду рассматривать, вы сможете найти в описании под этим видео и соответственно скопировать их и уже работать, поглядывая на них и что-либо изменяя. Вам достаточно войти в свою почту Gmail, справа вверху вы можете видеть, что я в эту почту уже зашел, дальше перейти по ссылочке под видео на нужную таблицу, затем слева вверху нажать файл, создать копию и сохранить ее. Таким образом у вас будет свой личный документ, который вы можете найти, перейдя из своей почты. Справа вверху раздел все сервисы 9 квадратиков. Здесь необходимо перейти на Google Диск и соответственно все сохраненные копии, все ваши документы будут здесь. Итак приступим. Суперкопилка это виртуальный аналог обычной копилки. И вам нужно принять осознанное решение, что вы минимум полгода будете только добавлять деньги в копилку, но не будете до этого момента ничего оттуда брать, иначе грош цена всем вашим накоплениям. В результате уже через полгода у вас будет создан хороший задел и последующие полгода вы уже ничего в копилку не докладываете, а только получаете еженедельно свои дивиденды. Чтобы прийти к такому результату, вам необходимо шаг за шагом повторить за мной все действия и выйти на закольцовку, то есть такую ситуацию, когда вам будет хватать денег и на еженедельный износ, и на еженедельный вывод средств на свои нужды. И самой наипервейшей вашей задачей будет определиться, какую сумму еженедельного износа вы можете себе позволить класть в копилку. Подойдите к этому вопросу серьезно и взвешенно. Что бы ни случилось, вы не должны пропускать свой еженедельный износ в супер копилку, иначе все ваши потуги прийти к успеху будут напрасны. Я создал таблицы с расчетами по закольцовке для вашего удобства на абсолютно разные суммы. Это стратегии на 10 долларов, на 15 долларов, на 20 долларов, на 25 долларов, на 30 долларов и на 50 долларов еженедельного взноса. Самое главное, что нужно для себя уяснить, это то, что наш еженедельный взнос в супер копилку, он у нас в столбце А, например, 15 долларов. А дальше, вот эти вот все ближние недели, сумма целей на ближнюю неделю как раз и будет равна сумме нашего еженедельного взноса. Обратите внимание, я выделяю вот все вот эти ячейки и в правом нижнем углу видна сумма как раз всех этих целей, 15 долларов. Что и требовалось доказать. Поэтому я беру любую строку и она тоже будет равна 15 долларов. Это будет примерно вот досюда, 15. Дальше, когда уже пойдет прибыль, когда уже цели все задействованы, у нас уже эта сумма по ближним неделям постепенно начинает уменьшаться и, соответственно, сходить на ноль. Еженедельные выплаты у нас тоже, соответственно, появляются. И здесь нужно четко понимать, что вы еженедельно вносите ту сумму, которую вы для себя определили, плюс прибыль, которая приходит от суммы целей за ближнюю неделю. Это ваша еженедельная выплата, которая будет постепенно увеличиваться. И везде я показываю именно 26 неделю, когда мы начинаем создавать депозиты. И вот в данном случае, и это будет как суммой 15 долларов, так суммой и 20 долларов, так суммой и 25, и также суммой и в 30 долларов. Что первую неделю мы задействовали не все цели, а лишь в данном случае до 14, чтобы не превысить сумму в данном случае в 30 долларов. Это у нас стратегия именно на 30. Соответственно, если это касается 20, то сумма этих целей доберется только до 12. Я их именно так рассортировал, чтобы мы не выходили за пределы 20. Соответственно, вот следующая неделя мы опять же стараемся удерживаться тех самых определенных для себя рамок. И вот здесь вот тоже 26 неделя, и там где 25, тоже 26 неделя, и там где 50, тоже 26 неделя, где мы начинаем делать депозиты. Там где у нас 50, мы имеем возможность сразу задействовать все ближние цели. И мы в данном случае, смотрите, в правом нижнем углу, израсходуем всего лишь около 43 долларов. А остаток от суммы 50 мы сразу же кладем на депозит на 26 неделю. В случае с 30, 25, 20 и стратегией за 15 долларов, мы в первую неделю используем бонусные 10, получаем сразу 15. А дальше уже продлеваем на вторую неделю до 19 недели, так же, чтобы у нас сумма целей была в пределах определенной нашей ставки. А вот уже все, что свыше, все, что у нас остается на остатке, мы опять же отдаем на депозиты. Если здесь у нас вторая, третья, четвертая недели ничего не приносят, пустота, Поэтому мы стараемся эту прибыль, которую получили, везде она у нас 15 долларов от 10, мы ее распределяем так, чтобы по максимуму были первые эти 4 недели были закрыты. И здесь так же, и здесь так же. Цифры могут немножко разниться, но идея такова. А дальше начинает уже сумма увеличиваться, и эта сумма будет равна нашего еженедельного взноса, плюс еженедельные выплаты и за вычетом суммы данных целей. Это и будет у нас конкретно вот эта сумма депозита. 30 долларов минус сумма ближних недель, плюс соответственно остаток на балансе и плюс еженедельная выплата. Везде эта формула прописана, и она позволяет нам постепенно увеличивать нашу ставочку. А представьте себе, что чем выше эта сумма, тем больше прибыль, которая будет получена в перспективе. И вы видите, что при стратегии в 30 долларов мы инвестируем всего лишь за полгода 810, получим 2193, чистая прибыль 1300. При стратегии в 15 долларов инвестировано 405, получено 1100, чистая прибыль 695. Все это вы можете увидеть в табличках. Стратегия на 20. 540 инвестировано за полгода, получено 1520, чистая прибыль 980. Ну и 50 инвестировано за полгода, 1350, получено 3452, чистая прибыль 2102 доллара. И я эти итоги подвел исключительно по той стратегии, что первые полгода мы только вносим, а вторые полгода мы и забираем. Вообще есть три варианта развития событий. Вы можете работать именно по этой схеме, как я показал. То есть полгода вносите, полгода забираете. Вы можете точно так же продолжать увеличивать эти депозиты и ничего не выводить, а только продолжать это делать. Ну, наверное, вам не будет это не совсем интересно. Поэтому максимально эффективная стратегия будет одновременно и частично забирать, и продолжать депозиты продлевать. То есть вы понимаете, что депозит на 50 долларов, он принесет нам через 26 недель, в данном случае, 110. То есть прекрасная добавка к зарплате или к пенсии. Каждую неделю 110 долларов. Будет депозит больше, соответственно, будет больше и еженедельная выплата. Теперь покажу, как это работает конкретно в кабинете. Смотрите, у меня есть тестовый кабинет именно для записи видео. Я сделал все то же самое. То есть первый, понятное дело, 10 долларов первая неделя. Вторая, третья, четвертая пропущены. Дальше пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая неделя. Я беру по максимуму, то есть для таблицы в 50 долларов, где мы выбираем полностью все возможные ставки по максимуму. Соответственно, чтобы они принесли максимальную прибыль. А там, где у нас просто меньше сумма еженедельного взноса, я стараюсь калькулировать так, чтобы эта сумма не выходила за пределы нами обозначенной. Точно так же по всем остальным таблицам. Вот, но вернемся сюда, к созданию цели. Обратите внимание, что в данном случае после одиннадцатой сразу идет тринадцатая. То есть на прошлой неделе, на двенадцатую, были созданы максимальное количество целей, что на этой неделе это для нас недоступно. Почему? Потому что как раз математический алгоритм суперкопилки не позволяет выходить за пределы той реальности, которая есть, чтобы не создавать нагрузку в будущем. И именно в этом вся прелесть, именно в этом сбалансированность и грамотность этого алгоритма. Поэтому вы просто руководствуетесь таблицей. И если в данном случае, смотрите, у нас нет двенадцатой недели, то здесь таблички за пятьдесят, вы просто эту неделю двенадцатую удаляете. Ну, прям вот все по диагонали, все ее удаляете, чтобы она не сбивала нам все эти расчеты. То есть полностью удалив, у вас будет максимально приближенный к реальности расчет. Соответственно, вот этой у нас тоже не будет. А все остальное, все формулы отработают как есть. А здесь вы точно так же продолжаете создавать цели. Копируем сюда пассив. Он у нас будет пассив 9, полный взнос. И дальше до конца я сейчас все проставлю. Соответственно, смотрите, уже после шестнадцатой недели, обратите внимание, что мы берем только вот эти цели, которые красным. Появляются и обычные цели, но доходность тут, видите, меньше. 1.32 всего лишь. Нас интересует полтора. Эти цели даются один раз, поэтому нужно их использовать по максимуму. Итак, смотрите. Я задействовал все цели, которые были обведены красным. Полуторные цели. Пока я еще на главной не пополнил баланс, все эти цели у меня выделены красным. И есть везде красный крестик. То есть я в принципе, поскольку аккаунт тестовый, и вы точно так же можете все эти цели проставить, при необходимости, если вы не вписываетесь в те цифры расчета, которые представлены, вы можете, соответственно, удалить любую из целей и скорректировать так, чтобы это было правильно. Итак, смотрите, что происходит. Сумма взносов по целям 40.27. В данном случае я удалил 12 неделю, выделяю все, и у нас внизу 40.27 так и есть. То есть абсолютно все четко. И 50 минус 40.27 у нас остается 9.73 для того, чтобы создать либо здесь слева, либо нажать на кнопочку создать цель и уже добавить на 26 неделю именно депозит. Обратите внимание, цель это будет в 1.65 раза всего лишь больше, а депозит в 2.2 раза больше. То есть это выгоднее. Мы уже называем депозит 1. По табличке мы смотрим, что это будет 9.73. Мы сюда 9.73 и вносим. Сумма выплаты будет 21.41. Обратимся к таблице. Давайте посмотрим. 21.41. Здесь расчеты абсолютно четко. Все просчитаны. Нажимаем добавить. Возвращаюсь на главную. И вот ожидается взнос 50 долларов. То есть что и требовалось доказать. Я сейчас проставил цели конкретно для таблицы 50 долларов в неделю. То есть у вас для любой из этих таблиц 15, 20, 25 или 30. При вот этом прогнозе расчетов вы выставили все цели по моей табличке. И у вас будет ожидаемый взнос. Конкретно та сумма, которую вы определили. Это будет либо 15, либо 20, либо 25, либо 30. Или же около этого. Там может быть где-то 18, где-то какие-то копейки. Но не выходить за эти пределы. Дальше вы просто пополняете баланс. И процесс пошел. И вы каждую неделю ставите новый депозит на 26 неделю. То есть, еще раз повторяю. У вас еженедельный взнос по ближним целям будет списываться автоматически. Но вы каждую неделю добавляете тот взнос, который определили. В данном случае 50. В любом из этих таблиц, соответственно, 15, 20, 25 или 30. Соответственно, еженедельный взнос будет автоматически списываться. А все, что у вас доступно на балансе будет, то есть остаток, вы делаете новый депозитный взнос на 26 неделю. Вы снова нажимаете создать цель. И у вас 26 неделя. В данном случае это перейдет на неделю 25. 26 будет свободна. И вы снова открываете депозит. Называете его депозит 2. И сумма депозита будет именно та, которая у вас здесь на доступном балансе. После пополнения баланса. И списания еженедельного взноса. И она же будет соответствовать той неделе, которая пришла. Надеюсь, это вам понятно. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Становитесь моим партнером. Добавляйтесь в скайп. Обращайтесь за консультациями. Мне гораздо проще вам подсказать, где-то скорректировать. Но вы уже основную идею поняли. Стратегия вам предложена. Вам просто нужно следовать моим рекомендациям. А я уже скорректирую на месте. Буквально 1-2 минутки. Достаточно для того, чтобы вы просто двинулись дальше. И повторяли еженедельно одни и те же действия. На этом все. С вами был Широких Виктор. Суперкопилка. Великолепный проект. Отлично просчитанный. Очень стабильный. Работает больше 2 лет. И приносит людям только удовольствие. Радость от участия. Позитив. Регулярные выплаты. И отличное настроение. До новых встреч. До новых обзоров. Пока-пока.